Всем привет, с вами Ренат, Руслан, Ясмина, и вы на канале ЗАБУГОРЩИКИ! Красные горы Богуты расположены в 150 километрах от Алматы. Своим цветом и рельефом напоминают поверхность Марса. Это довольно опасное место. Здесь каждое живое существо хочет тебя убить. Налейте себе что-нибудь вкусненькое, устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Клещ! Клещ! Семь-десять, я как всегда жду Руслана. Сегодня будет увлекательное путешествие. Ой, Ясмина, привет! Разбудили тебя сегодня? Да. Если вы сегодня поедете туда, куда надо, вы получите то, что вы хотели. Короче, забыли мешок с едой. Вернулись обратно. Ну, если иначе по ходу сначала что-то идет не так, то это уже хорошо. Короче, мы не едем в горы, мы едем по заправкам. Едем в шопе-то! Амина, привет! Решили сегодня дождливую погоду оставить вам. А у нас, как все знают, дождя не будет. Мы на самой прикольной заправке в городе. Время 8 часов утра. Проехали аэропортское кольцо. Вот так вот каждый день. Один путешественник уже решил сохраниться. Что, время назрять-зрять? Может, плохо видно, ребята, но вот это вот. Это все пыль, грязь. Точно чайки сидят. Проехали три реки. Все три реки. Вот так вот и там на дне. На донышке. Кто переговор? Пусть. Проехали речку Тастакара. Даже не заметили, где она начиналась. Но не покажем. Сами езжайте. Речка Болтобаки. Спортнойец еще спит. Ехали, ехали, ехали. Съехали с трассы. Поехать неизвестно куда. На табличке написано же Лайершура. Не успели заснять, только что Заяц бежал. Смешно такое. Длинные уши. Худые, серые. Слышите этот звук? Это что-то сидит вот в этих кустах так. Или это ты? Это не я. Для сорок они слишком маленькие. Для чего-то другого они слишком большие. Что это такое? Подскажите, ребята. Стоило только отъехать от трассы, как нам начала попадаться живность. Какие-то птички интересные, зайцы. Приехали мы вот оттуда. По этой трассе ехали. И свернули с нее налево. А вон там вот ущелье как пек. Через него проезжаете до Чарынского каньона. Здесь уже мы не были. И смена тут цветочки нашла какие-то. Там оттара. Слышите это? Отсутствие деревьев не мешает птицам существовать. У них вот в этих полях есть норки. Вот он бешкормак. Осталось совсем чуть-чуть до того места, где мы бросим машину. Заброска уже длится где-то 2,5-3 часа. Остановились полюбоваться вот такой красотой. Отсюда уже видно красные горы, богуты. Вон там вот начинается все это. Сейчас на машине забросимся и оттуда уже пойдем пешком в поход. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы приехали в самую восточную часть Зайлийского Алатау. Это горы Багуты, которые прямо за мной. Улькен Багуты или Красные горы, как их еще называют. Дальше уже джунгарский Алатау начинается. А за ним уже Алтай. От Алматы ехали где-то 170 километров. И все это вдоль Зайлийского Алатау. Представляете? Ну Алматы где-то в середине, наверное, находится. Насколько огромный этот хребет. Здесь такой рельеф напоминает Долину Смерти. Напоминает канал Discovery. Не хватает здесь только кактусов. Душно, ветра нет. Сейчас пойдем в поход. Весьмина готова. Пойдем вот в это вот ущелье. Хотим на вот этот уступ забраться. Я на дроне полетал, но не понял, дорога там есть или нет. Решили бросить машину здесь. Сейчас пойдем пешком. Мы начали трекать маршрут от Чилика. Чипец трек будет на нашем сайте. Можете посмотреть карту. Как мы до сюда добирались. И как мы пойдем до вот этих вот гор. Чтобы повторить такой же поход. Переходите по ссылке на сайт. Там будут фотографии, будет информация. Описание и так далее. У меня руки синие. Да. Все нормально. Кремом помазался. Ультрафиолет задерживается. И вот он такой. Толстым слоем намазался. Что это? Гинозавр замерз. Ого. О, ничего себе жук какой большой. Офига себе. Ребят. Что это? Идите сюда. Еще один такой же жук. Да. Прикольно. Мы идем сейчас по руслу реки. Но это очень сухое место. Непонятно откуда эта вода берется здесь. Видимо просто снегатая, талая вода. Окей. Я снял. Я снял. О, смотри, как укрепили камень. Что за жир? Ну все, началось. Это просто мечта геолога. Бастал до. Да. Невозможно просто так остановиться. Смотрите, какие горы. Нереальные. Мы сейчас находимся между рекой Чарын и между рекой Чилик. Я тут сколько воды взял? Я взял с собой 3,5 литра. 3,5 литра. А 100 литров с 2,5 литра. И еще литр Грэн Крю. Такой верхний слой. Как будто после дождя он подсох и проваливается. Наверное дождь был вчера. В городе ливень был. Но в наших походах дождя не будет никогда. А мы вам говорили. Идите совсем недалеко. Вот уже подходим к скалам. Пейзаж действительно марсианский. Пустыня, пустыня. А тут цветочки цветут. Буду же ручку дать. Окей. Сейчас я покажу. Тут нора. Как будто в ней варан поместится. Но внутри паутина. Не знаю, видно, не видно. Но это паутина. Здесь есть каракурты, тарантулы, змеи. Ящерицы. Нашли в тех горах. Нашли в одном месте. Это все здесь есть. И повсюду норы еще. Как по минному полю идти. Норы и кусты. И вокруг никого, ничего нет. То есть, поедите сюда, будьте максимально аккуратны. Смотрите на кусты, вообще обходите их лучше, чтобы не испортить себе отдых. Посмотрите вокруг, ребята. А вот перекати поле. Ага. Тут никто не лазил до нас сегодня. Да, сыпется коралл. Устрый, правда. О, такой сухой-сухой прям. Как будто кусок соли. А? Попонятно. На ощупь. Если среди вас есть геологи, скажите, что в этой глине находятся. Как мы быстро забрались сюда. Мне понравилось, если честно. Пойдем. Пошел вон. Клещ. Клещ? Прикинь, клещ. Серьезно? Вот, смотри. Вот. Аккуратно. Реально, клещ первый раз увидел. Серьезно? Тварь. Тебе надо было... Сволушка, клещ. Клещ. Реально. Первый раз увидели его. На папку они на меня. Да, чё, тихо. Слушай, ну нужно проверяться-то. Ну? Ну, я чё, сего время почувствовал. Чё, вы только говорили про пауков всяких змей, как Рус на себе клеща обнаружил. И сразу возникает ощущение, что они везде, и в тебя всё чешутся. Блин, ну это неприятно, конечно. Огромный, быстрый клещ. Я таких больших не видел никогда. Не говорили. Я чё, Джек поцарвал. Ребенок тоже следопыт. Вот, обнаружила паучка. Ой, его может не видно, но он прямо вот сидит. Видите? Блин, палочки не живо. То, что кристаллы мы до этого обнаружили, скорее всего свидетельствует о том, что здесь когда-то было море. Но мы не будем это утверждать. Время почти час дня. Мы уже успели доехать, наснимать, устать, чуть-чуть перекусить. Обгореть. Обгореть. Это всё красная порода. Вот это вот, это тоже всё такое. И знаете, выглядит как користый шоколад. Весьмина, скажи, зачем ты ходишь в горы? В горы, ну, чтобы узнать что-нибудь интересное, чтобы подышать свежим воздухом. Походите в горы. Субтитры сделал DimaTorzok Время от времени бросайте работу и выезжайте на природу. Ходите в походы, открывайте что-то новое. Наша жизнь состоит из таких вот небольших моментов, которые мы будем помнить всю нашу жизнь. А работа, она никуда не денется. Это не то, что мы запомним. А запомним мы вот такие вот короткие моменты, как этот. Посмотрите, какая красота. горы Богуты, красные горы, марсианский пейзаж. Очень крутой спуск, надо быть максимально осторожным. Как это можно определить? Вот камень покатить. А где это? Кристаллы. Все, достаточно. Там вниз влетим. Смотрите, какой клад обнаружили. Самый натуральный клад. Кристаллы. Вулканические. Или остатки от моря. Смотрите, можно через это стекло смотреть. Что это, как думаете? Это, мне кажется, соль из моря, которая, ну, кажется, замерзла. А ты облизывала? Нет. Попробуй. Нет. Там микробы. Нет, вообще не соль. Честно, да? Она вообще не соль никакая. По ощущению, как будто пластик. Кажется, что такое стекло. Защитное стекло на телефоны. Вот где они мы берут. Она очень сильно прям слоится. Просто миллион слоев. Ай-го. Ай-го. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-га. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А на колючках сидят клещи. Прям на самых кончиках сидят клещи. А слушай, откуда? Если вы сюда попадете, обязательно покайфуете вот так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бэр Гриллс искал в таком же каньоне, в таком же русле реки воду, кто помнит эту серию И вот мы сейчас идем по такому же месту, в Талматинской области, не так далеко от Алматы Удивительные горы, Багуты, повсюду растет Саксаул, мы чуть дальше остановимся, еще покажем его Смотри какой он старый, огромный стол, вот он Саксаул, Саксаул Алматы, очень клевый город, расположен в нескольких прям климатических зонах Вот от такой жары можно за 3-4 часа добраться просто до снега и 5000 метров над уровнем моря Поэтому наш город лучше, с этим не поспоришь Вон там вот наша машина, вот еще Саксаул И вот Саксаул, все колючки, которые здесь растут, кусты, сейчас все цветут Это клещ Сами шли, говорили про змеи куста Потрогай, потрогай куст Давай, поширыди палкой там Это синий, да, камень? Это пчелы-убийца, да, давай палкой поставь Да ты че, блин, фу! Я не очень отношусь к насековым Я стараюсь Это просто вертолет какой-то, самолет взлетел Такие штыки подходят, как обнимают, как гнездо уносят Так и было, просто что-то большое взлетело Оба, кто-то приземлился на голову Вот я тебе о том говорю Сильно настроенная такая природа First blood Че это могут быть какашки? Мне кажется, паука Маленькие, круглые, черные Мне кажется, паука Не, то есть для паука это слишком жирно Птица тут что-то не видно Животное какое-то? Шакал, ну, вряд ли Тусканчик, вот это Смотри, сколько нор здесь О, господи Какие-нибудь суслики? Байбаки Какие байбаки? У-у, какие там красивые облака Ну вот, как мы и говорили, что дождя не будет Сегодня по прогнозу В городе дождь Здесь дождь Мы поэтому не пошли в горы Поехали в степь И обнаружили в степи горы Здесь как бы не так страшно Оказаться в грозу Ну, не знаю, не страшно просто Психологически Когда ты высоко в горах находишься В самом грозовом облаке Это совсем другие ощущения Так было на Комсомоле Да, так было на Комсомоле Мы на 4300 метрах Оказались в грозе И просто шарахало вокруг Было очень жутко Ну, это было несколько раз У нас пока А здесь не страшно И дождя нет Так что все нормально Может вечером пойдет Вчера я смотрел прогноз Здесь был ветер 60 километров в час Это где-то 15 метров в секунду Представляете, как тут бешеный ветер был А мы тут? Мы бы так просто не ходили здесь Блин, у меня куста коснулось Но еще приятно Ну все, ты сидишь Давай, давай А мне клещей нету О, здесь прям Как будто в пустыне идешь, да? Да Да, их очень много Ну вот, чтобы понимали На каждой веточке сидят Это с виду здесь все так мило Как в фильмах Красиво Но мы убедились, что здесь опасно Когда Рус на себе ключа снял Мне кажется, тут ночью вообще Прям вот неприятно будет Руслан предложил назвать выпуск Как самый засушливый выпуск Вот так и есть Мы просто в пустыне идем тут Никакого намека на воду Вот такая вот земля здесь Что это вот? Все потрескано Друзья, если это второй или третий раз Когда вы смотрите нас То знаете, это сама вселенная Хочу, чтобы вы подписались на наш канал Подписывайтесь Ставьте колокольчик Чтобы не пропустить следующие выпуски И пишите комментарии И оставляйте свои комментарии Мы будем рады читать ваши отзывы А я погнал кушать! Лучший обед Это вода Жирным не будешь никогда Сегодня Птичка Ребят! Птичка Птичка получилась Птица у нас сегодня в меню не будет? Нет Что у нас сегодня в меню? Сейчас скажу Мы научены Прошлым горьким опытом Отсутствия воды Но я таскаю с собой Тир-фильтр постоянно Думаю, может из песка получится Потом это Сегодня в меню Чай Гран Крю Даже в самый жаркий день Придает сил Как вот эти вот Которые любят чай в самую жару Самсушки, которые я всю ночь пек Настоящая азиада Каша Такая каша Как гантели Один тульский пряник Салат из свежих овощей И все И печеньки на перекус Ну еще у нас есть сладости И много-много воды Чай Гран Крю Остужает даже в самый жаркий день Реклама И первая толпа уже проезжает мимо И все говорят про какую-то тусу Но Никто не говорит, что за туса И они все едут парно Здесь будет Burning Man Все нормально у вас? Да, все нормально Куда вы все едете? Вот так вот Здравствуйте Куда вы все едете? На пикник вы едете? Что за пикник? И вот по газам сразу Да, да, да Здравствуйте Вы куда все едете? Не знаю Не знаете? С какой целью Это подозритель Здравствуйте Здравствуйте Снимаете? Да Всех снимаем Камеру Сотрудники над парком Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Вы куда все едете? А фестиваль правильно едет? Да Куда все уехали? А сервиси нету, да, никакой? Тут нет Давайте, счастливо Фестиваль Последний человек рассказал Куда едут Походу фестиваль нелегальный Потому что проехал Ну, не знаю Машин 20 Да, 20 И только последние двое спросили А фестиваль куда? Ну, видать, самый первый раз Первые просто говорили Просто улыбались И ехали дальше Вот что происходит вообще Они все вот По фестивалям Все вот уезжают Уезжают Что, едем фестивалить? Едем фестивалить? Едем фестивалить Все готовы здесь помогать друг другу Каждая машина, которая проезжала Интересовалась Да Все ли нормально у нас? Нужна ли какая-то помощь? Блин, как это круто вообще Прям до мурашек круто Это, видишь, это, скорее всего, ребята Которые часто тусуются Я не знаю, что такое может произойти Обычные городские парни Которые выезжают раз в три года На шашлыки Бутылки поразбрасывать И так не будут делать Ну да Если ехать в эту сторону То можно выехать на трассу Западный Китай Западная Европа По которой мы вначале ехали Когда с города выезжали И сейчас посмотрим, как нам ближе ехать Если так ехать быстрее То мы поедем по новой дороге И просто на трассу сразу выйдем Потому что я знаю, что Обратно ехать часа полтора, наверное, по грунтовке Всегда вот такая вот Свежо? Я только хотел сказать старая вода Ты мне в лицо и прыжешь Да, такая вода старая Всегда нужна в машине Руки мыть там Что-нибудь поливать Что-нибудь друга проивать Друзья, я думаю Вам всем интересно Узнать, как растет Как выглядит саксоул Саксоул это дерево Которое Занесено в красную книгу Но раньше его можно было купить Просто по всему городу И на нем жарили шашлыки Растет он вот таким вот образом Растет очень медленно Дерево очень плотное Потому что растет оно в пустыне Можно примерно понимать Насколько оно в год вырастает На такое вот расстояние Как хвойные деревья Поэтому его выкорчевывать Быстрее, чем оно вырастет Почему его часто вырубали? Потому что оно очень хорошо горит Дает сильный жар И мне кажется, дает привкус шашлыку Специфический вкус Поэтому, друзья Если вы хотите Жарить шашлык на саксоуле Не делайте этого Он занесен в красную книгу Вспомните Вот такое вот дерево Которое здесь стоит Грустное Долго растет И не покупайте его Используйте там другие дрова Кричутились в таком месте Где Вообще отсутствуют Деревья Помимо вот саксоула И вся растительность Она такая С колючками И вообще не сочная Все такое сухое Все очень сильно колется Режется Все что-то кусается здесь Короче, половина всего движущегося В этой области пытается тебя убить Поэтому будьте очень аккуратны Короче, ребята, случайно Но это не наша вина Смотрите, колеса наши далеко А мы тут змею нашли Змея То, про что говорили Так что вот, ребята При выезде в такие места Будьте внимательнее друг к другу И к окружающим Потому что здесь движения мало Людей мало Лучше лишний раз остановиться И спросить Нужна ли помощь Экотуризм же заключается Не только в том Чтобы оставить все как есть Но и может подкормить некоторых Тем, что есть В общем, нашли змею И теперь подбросим ее Вот В логово чье-то Это может ее дом Может там все в паутине В степи ничего не пропадет Кто-нибудь ее даст съесть Идем просто посреди какой-то пустыни Решили ехать По той же дороге, по которой приехали сюда Потому что карты Ни одна карта не работает Вышло обновление И карта области начала скачиваться А если она до конца не скачается Значит, карты оффлайн не будут работать Почему ты научился в этой поездке? Потому что нужно обновлять приложение до поездки Какое место по десятибальной шкале Занимает у тебя эта вылазка? 9 из 10 Какой был самый топовый поход? Мега поход 10 из 10 А самый Изи? Верколет Зарем, пацаны Короче, баран сломался Зовем, зовем И он стоит так уже минут пять Как приручить барана? Часть вторая Че, оттуда безопаснее наблюдать? Как вы думаете, что с ним не так? Или с ней? Че, с тобой? Загрузи его Слушай, что? Выйти и заново зайти? Чувачок Он же не лягается Он бодается Are you okay? Есть мясо? Есть саксаул? Входу мы возвращаемся Че, с тобой? Все нормально? Че, колесо пробило? Говори, че? Эвакуатор вызвать?